Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И по традиции уделим внимание одному единственному стиху Священного Писания из знаменитого места, где мысль бежит и пытается догнать, освоить, охватить вот эту всю величину благовестия Христова и порой упускает очень важные детали, важные детали, которые, может, на первый взгляд, и можно при первом чтении Евангелия без них обойтись, но при глубоком чтении Евангелия они нам обязательно пригодятся, в том числе не просто для какого-то теоретического осмысления, а, правда, нашей повседневной духовной жизни. Итак, давайте откроем сегодня Евангелие от Луки, 13 главу, и прочтем 11 стих. «Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи, она была скорчена и не могла выпрямиться». Это исцеление сагбенной женщины, и мы помним, что тоже как раз исцеление в субботу, и тоже какой-то ропот там возник, но обычно вот всегда, да и сам я тоже, когда проповедую, тоже, конечно, ой, как там фарисеи реагировали, как они там действительно говорили, что в субботу не надо исцелять. И уже за этими всеми нашими мыслями о том, как бы там фарисеев поосуждать, а с другой стороны, как бы все-таки нам им не подражать, мы вот эту самую несчастную женщину, ее ситуацию, от которой разрешил Христос, забываем. Вот величие Христа, вот наглость фарисеев, а человек-то где? Я вот это как раз тот самый несчастный человек. То есть уже само внимание к этому стиху, оно нам должно помочь в нашей духовной жизни, потому что если ты в своей духовной жизни берешь и только концентрируешься на том, вот мы обидчики, вот я им противостою, вот я как-то там их осуждаю, но вот я в этом поисповедался. Недостаточно для спасения. Упустил ты суть Евангелия. Ладно, ты берешь и дальше. Нет, вот помимо вот этих всех неприятностей в жизни, которые я преодолеваю с помощью Божией. Все-таки дай-ка я еще на самом Христе. То есть я ему помолюсь, я вот буду о нем вспоминать и так далее. Ну, в принципе, уже неплохо, но тоже недостаточно. Потому что в христианстве главное – любовь, которую Господь принес в мир. Если Бог без нашей любви действительно ничего не претеряет, он все благой, он поймет и простит, да, что мы там где-то устали, где-то не помолились, где-то о нем забыли. Вот если любовь к ближнему не будет у нас проявляться на деле, то это тогда значит точно у нас любви к Богу нет. И вот любовь и сострадание к людям окружающим вокруг нас, любовь деятельная или любовь хотя бы, которая удерживает нас от какого-то греха, она очень и очень важна. Поэтому, дорогие братья и сестры, нам, правда, бывает тяжело. Люди вокруг нас, они несовершенны. Люди вокруг нас, собственно, вот этим самым грехом и скованы. Сагбины. Недаром здесь говорится, вот очень важно, что это исцеление, но Господь же многих исцелял. Исцелял прокаженных, исцелял хромых, исцелял парализованных людей. И там, например, даже вспоминаем, исцелял слепорожненного, то апостолы спрашивают, это по каким грехам? Это он согрешил ли родители его, что он слепородился? А Господь говорит, не он, не родители его, а чтобы явилась на нем слава Божия. И это, говорится, про обычную физическую болезнь. А тут все-таки мы видим, что дух немощи, что тут мы видим духовную природу болезни. Это тоже нам очень важный акцент, потому что, как вот душа и тело неразделимы. И под этой духовной тяжестью человек сгибается ничуть не меньше, чем вот какая-то там горбатая, причем, может, это совсем не старушка. Вот да, это уже горбатая старушка, ну да, как-то умильно, ну да, тяжесть лет. И то, конечно, это боль, это, конечно, неудобство. Это, конечно, человеку пожилому и так тяжело, если он сагбенный, это вдвойне тяжело. Но есть же люди и в молодом возрасте, в результате болезни, в результате тоже различных процессов там необратимых, чей позвоночник уже не может их выдержать. И тоже вот эта изогнутость, которая, ну, приводит к тому, что человек уже и рад бы, рад бы распрямиться, но не может. Да, пока мы бываем в такой ситуации, что тоже человек горбится, сколиоз, сцутулась, там перед компьютером склонился над книгами, на работе там стоит, что-то делает. И да, спина болит, но ничего, потом как-то разогнулся, там похрустел косточками и вроде живешь дальше, худо-бедно. Да, ухудшается ситуация, но постепенно. А вот здесь человек не в силах разогнуться, он не может себе помочь. И нам порой тоже так кажется, вот я же там беру и как-то ласково отношусь к обидчику, а он меня все равно продолжает убежать. Я беру и как-то стараюсь послужить ближнему, а он все равно этим там как-то пользуется нагло. Вот он какой дурной человек. Нет, тут все-таки надо посмотреть и понять, что человек бы, и он и рад, иначе себя вести, но он уже под этой тяжестью греха, которая сцена на его душу взвалила, а он вовремя не стал ее расчищать, он уже все согнулся. Да, он пока не сломался, да, он пока не стал совсем действительно человеком, почалявший образ и подобие Божия, не стал человеком, который абсолютное зло несет. Но уже он ей придавлен. Он в силах чуть-чуть распрямиться, но не может никогда распрямиться до конца. Поэтому тоже очень важно, и я бы дал вот такой совет, который сам тоже порой для себя использую, что посмотреть, посмотреть в чем человека, своего какого-то обидчика, который правда гадости какие-то делает, можно пожалеть. Потому что ты видишь, и потом понимаешь, ну да, вот тут как-то вот, ну, несчастлив он в этом аспекте, вот тут чего-то не хватает, вот тут может вроде сейчас хорошо, а там в детстве тоже там потерпеть чего-то пришлось. Да и сейчас тоже какое-то вот вроде и там и важно, а все равно в чем-то там смешно. И как-то, когда более с умилением к этому относишься таким, и понимаешь, ну вот как-то, например, все-таки здравая реакция на инвалиды, это не то, что ой, кто это там такой страшный, а это ну некоторое соболезнование. Да, может мы не в силах помочь этому инвалиду, но по крайней мере, мы ему соболезны, мы понимаем, мы на него не злимся, что он какой-то не такой. Вот точно так же и к инвалиду души мы должны относиться с такой же заботой. Заботой не то, чтобы мы должны ему потакать, вот как мы не должны человеку, у которого инвалидность тела, который вот у него сколиоз, надо сказать, ну я сейчас тебя в дугу сверну. Точно так же и мы не должны человеку, у которого инвалидность души под тяжестью греха, она не может выбраться, его греху потакать, да, и чтобы он еще более грешным становился. Но точно так же мы и не в силах, не в силах его выпрямить сами. Никогда нам кажется, что мы возьмем и как-нибудь вот помолились, ласковое слово сказали, а человек не меняется все равно. Человек все равно, да, там что-то злое делает. Тяжесть греха мы с его плечей не сняли. Не бойтесь, мы не в силах этого снять, да. Или наоборот, мы смотрим и нам кажется, ну ладно, а я дай-ка его как-то по-жесткому. Я буду его распрямлять жестко. Я возьму, как потяну его за его больную спину, за его больную позвоночник. Как он выпрямится? Наоборот, ты человека убить можешь, ты совсем его переломать можешь, ты совсем ему все можешь повредить. Точно так же и неосмысленно нам со злобой, с гневом человеку как-то мстить или с холодным расчетом, или ему там постоянные замечания делать. Не всегда это помогает. Потому что кто может от этой тяжести избавить? Только Господь наш Иисус Христос, который приходит и исцеляет вот эту согменную женщину. И исцеляет он ее, почему 18 лет, что она раньше не хотела исцелиться, но вот сейчас она со Христом соприкоснулась. Поэтому точно так же окончательно избавить человека от греха, помочь ему поменяться, помочь ему переродиться. Как вот вспоминаем беседу с Никодимом. Неужели человек может родиться, будучи старым? Войдет в утробы матери своей, что ли, недумевает Никодим, а Господь говорит, нет, да, это вот рождение свыше. И вот если это рождение свыше произойдет человеком через крещение или у крещенного человека, но неосознанного, да, через воцерковление, вот это рождение свыше, вот эта встреча с Богом, с Богом через таинство церкви, с Богом через молитву, Богом через действие Святого Духа, оно человеку точно вот этот груз греха помогает души снять. Ему будет легче, и он уже может выпрямиться. Да, может он не захотеть выпрямиться. Может, наоборот, он еще больше согнется. Но, по крайней мере, такая возможность есть. У нас нет задачи исправить человека, даже самого ближнего. Да, у нас есть некоторые обязательства в отношении детей, но в отношении всех остальных мы должны лишь не приобщаться к греху, а потерпеть. Вот женщина же 18 лет была, и тоже ее домашние терпели, и в храме терпели, и тоже все там, может, кто-то со стороны смотрел и думает, ну, что это она вот тут пришла от нас только от молитвы, отвлекает. Точно так же и мы должны терпеть. И, может, мы и будем ходить в храм 18 лет, и нам будет кто-то из наших соприхожан неприятен. Да, потом Господь возьмет и призовет. Или потом человек возьмет и исправится милостью Божией. Не сразу. А этот человек приходит в храм, и тоже ему кажется, вот вокруг должны быть совершенно. А мы видим, что внутри храма состоят такие же сагбенные люди, как и мы. И они и нас любят. И как человек порой привыкает к своей инвалидности, и ничего ему уже не смущает. Ему кажется, что так нормально, что так нормально горбиться, что так нормально, когда ты ничего не видишь, что так нормально, когда ты хромаешь, уже привык. Ну, на палочку опирается. Нет. Ну, как ты живешь и живешь с этим? Да, неудобно, но так можно терпеть. Так и мы тоже привыкаем к тяжести грехов, которые на нашей душе, и не хотим ее сбрасывать. Но, может, все равно соприкоснемся мы со Христом, и Господь нас помилует, пощадит, от этого избавим, и поменяемся. И люди вокруг нас тоже, в том числе в нашем храме, поменяются. Но ждать этого придется. И Господь тоже в этом стихе показывает, что надо ждать, пока он вмешается. А наша задача, пока он не вмешался, не пытаться насильно человека поменять. Не получится. А всего лишь терпите вы несовершенство, как Господь терпит наше собственное.